Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя диета Огородника. Сегодня среда, третий день. Я вот наконец-то сняла свой вот этот старый драный список и напечатала, перепечатала этот список на компьютер, чтобы вы смогли посмотреть и переписать себе или что-то. Я вот сейчас потихоньку буду продвигаться вниз. Кому нужно будет переписать, остановите просто видеоролик и перепишите. Вот здесь первый день, второй день и третий день. Так, сегодня как раз третий день, вареная морковка с сыром. Дальше я сейчас передвину. Четвертый день, пятый день, шестой. Все это перепишите. И про седьмой день, про воскресенье я хочу сказать отдельно. Но у меня он воскресенье. Вы если начнете не с понедельника, например, а с другого дня, у вас может быть первый день, хоть в среду, хоть в пятницу, в любой день. Но у меня выпадает разгрузочный день на воскресенье. Я еще не говорила про разгрузочный день подробно. Сейчас хочу сказать. Вот седьмой день. Ой, в субботу. Неправильно, воскресенье. Сейчас, подожди. Седьмой день, воскресенье. У нас разгрузочный. Ну как разгрузочный? Кушать можно, но разрешены только фрукты. И в неограниченном количестве можно пить простую воду, минеральную воду, можно пить сок, который разрешен, конечно, который не очень сладкий. С понедельника весь этот семидневный курс нужно повторить. И самое главное, запишите себе куда-нибудь, что в течение этих двух недель категорически запрещены алкоголь, соль, сахар и мучные изделия. Все то, что запрещено и во время других диет. При соблюдении любой диеты, любого оздоровительного курса, вот это все запрещено. Но где-то соль разрешена, где-то нет, у нас тут соль запрещена. И что самое важное, вот эти первые две недели, когда мы хотим оборвать вот эту вот цепочку пищевую с такими, с другими продуктами, ничего нельзя вносить, никаких-то изменений, нельзя заменять продукты другими, даже похожими. Или нельзя менять местами дни, например, меню за среду нельзя передвинуть на пятницу. Это очень важно, потому что там уже все придумано, все рассчитано специалистами. И вот когда вы будете соблюдать это меню точное в течение двух недель, 14 дней, то вес гарантированно у всех снижается от 3 до 5 килограммов. Но это в зависимости от того, сколько у вас лишних килограммов. Если много лишнего, то уйдет больше. Если мало лишних килограммов, уйдет меньше. И вот только после этих двух недель мы, по желанию, кто хочет заменяет, кто хочет нет, но уже можно заменять капусту другими овощами, оставлять за основу остальное все меню. То есть, если у нас в среду сыр, значит в среду мы обязательно кушаем сыр. А если во вторник и в четверг кусочек говядины, то мы обязательно кушаем кусочек говядины. Ну а вместо капустного салата можно тогда и морковь, и перец, и кабачки, и все-все можно. Тыкву, ну там любые овощи. Все, вот это вот меню, которое вы можете и сами соблюдать, даже не, ну как без всяких подсказок, без всего вот по этому списку. Но я, конечно, буду все-все подробно рассказывать, потому что и рыбу надо уже приспособиться как-то. Я уже вот все приспособилась. И вот я показывала, как говядину очень быстро готовить. Вообще, это меню, я уже говорила, мне нравится чем, что меню очень простое, готовить очень быстро, и продукты все простые, все дешевые, все доступные. Вот у меня уже хороший результат. Я на этой неделе, ну надеюсь, что стрелочка весов моих снизится за отметку 100. Это уже такая моя победа, потому что было 107 в начале. Когда будет 90 с чем-то, пусть даже 99, это уже очень приятно. Все, до свидания.